РАХМА РАХМА Мы говорим о двух формах продвижения. Первая — осознанная, вторая — неосознанная. Разве Творец не решает, кто будет продвигаться осознанно, а кто нет? Разве Творец не устанавливает это? Да, Творец решает. Но после того, как Творец решает и даёт тебе возможность продвигаться, то ты уже находишься в свободе выбора. Принять от него эту возможность или нет? Раз я чувствую на себе, по себе, что даже в течение моего детства, ещё до того, как я родился, лучше было решено, что я должен быть зубной барохом, и это то путь, так я чувствую. Правильно. то есть Творец дал мне в системе такое ощущение, всякие такие переживания и страдания, чтобы я мог прийти к дебороху, до ещё того, как я родился. Какая моя роль в этом? Укрепиться в пути. Это именно точно то, о чём ты спрашиваешь. Укрепиться в пути. Потому что то, что ты получил от Творца, это ещё ни о чём не говорит. Ты можешь так и оставаться вот в таком состоянии, как сейчас. А ты обязан расти и видеть, что твоё занятие в том, чтобы стать тождественным, подобным Творцом. Также мы говорим о том, что есть осознанное развитие. Но мы говорим, что свет должен, в общем-то, отменить удары. Но я не согласен с этим, потому что когда я с того момента, когда присоединился к этому пути Каббалы, я получаю удары. Я всё время получаю удары. И я продвигаюсь, несмотря на удары. Я же создаю для себя клей. Ты продвигаешься с помощью ударов, а не вопреки ударам. Именно с помощью ударов ты продвигаешься. Тогда, когда ты перестанешь ощущать удары, что вообще нет ударов, ты увидишь, насколько весь мир целиком и полностью добро. И во всём мире действует только сила добра. Так мы должны видеть более обширную картину в этом, где все дела? Это будет. Это придёт. Игорь Негода